МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономия. Нередко это понятие связывают с жадностью или даже бедностью. Тем не менее, сложно найти человека, который согласится переплачивать там, где мог бы сэкономить. Грамотно распоряжаться собственными финансами и рационально тратить деньги – это целое искусство. Умеем ли мы экономить и на чем можно сэкономить? Об этом в нашем специальном репортаже. Здесь как нигде лучше знают об экономии, а именно об экономии энергоресурсов. Специалисты этого ведомства осуществляют надзор за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов в Могилевской области. Богаче тот человек, который считает, думает и знает. Если человек четко представляет себе, за счет чего он может сэкономить какую-то копейку, и на что комфортно он эту копейку может потратить, тот человек счастлив и богат. Прежде всего, начать экономить нужно в собственной квартире. Вы готовите вот на такой сковороде? Задумайтесь. Для ее нагрева вы тратите на 6% больше энергии, чем если бы у вас была посуда с ровным дном и без нагара. Тратите дополнительную энергию, а значит и деньги. Кадры известного социального ролика, когда из храна появляются ни капли, а монеты, тут подходят как никогда к стаде. Так вот, для готовки использовать лучше нержавейку. Она быстрее нагревается и менее энергозатратна. А какие у вас батареи? На их форме, оказывается, тоже можно экономить. А что дают, например, плоские панели стеновые? Они дают лучший съем тепловой энергии. И, естественно, теплоотдача от этих батарей будет гораздо выше, нежели у чугунных батарей. Интернет сегодня просто кишит советами по экономии в быту. Энергосберегающие лампы, стеклопакеты, душ вместо ванной, технология No Frost, эконом себе на здоровье. А вот, кстати, про накипь. Из-за нее, оказывается, чайник закипает значительно дольше. Не верите? Эксперимент. Это абсолютно равнозначные чайники. Одинаковой мощности, литража и диаметром нагревательной поверхности. Но один чайник у нас с накипью, то есть он грязный, а этот чайник абсолютно чистый, без накипи. Для эксперимента наливаем в оба чайника одинаковое количество воды. Ну, допустим, по 200 миллилитров. Первый чайничек. Так. И теперь точно так мы зальем во второй чайничек. Вот, 200. Открываем. И сюда, 200 миллилитров. Сейчас при помощи таймера мы измерим время закипания воды в этом чайнике и в этом чайнике. Оператор Александр поможет мне, держи таймер, а я буду, так как нужно две руки, два чайника, буду включать. Итак, раз, два, три. Одно время. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Стоп. Разница 40 секунд. Этого чайника и этого чайника. Да, чайник без накипи будет поэкономичнее. Это правда. Мы проверили. А как насчет этих красных лампочек, которые горят всегда? Когда вы уходите на работу, ложитесь спать, уезжаете на выходные на дачу. Да-да, мы про работу ваших телевизоров в режиме ожидания. Либо, как еще его называют, режим стендбай. Режим стендбай в наших электроприборах домовых несет на себе очень огромную нагрузку по электрической энергии. Если сделать анализ расхода электрической энергии, ну хотя бы за период, за день, за неделю, за месяц, и дружно всей семьей, всеми членами семьи заботиться о том, чтобы отключать эти приборы от сети, то заметная и ощутимая экономия электроэнергии будет налицо. Режим ожидания считается экономичным, но энергия при этом все же потребляется. Подсчитано, примерно на 8% уменьшится счет за электроэнергию, если в доме все приборы будут регулярно отключаться от сети. Тем, кто этого не делает, лучше еще раз вспомнить известный социальный ролик. Еще более показательную экономию просчитали в Германии. Их ученые пришли к выводу, спящие в режиме стендбай приборы смогли бы обеспечить работу целой атомной станции, если бы, конечно, все немцы регулярно выключали свои DVD, телевизоры и принтеры из розеток. Вот такая экономия. А давайте спросим у самих могилевчан, как они экономят, на чем и экономят ли вообще. Пойдем. Конечно, экономлю. Но если это касается домашнего хозяйства, то электроэнергия, например. У меня везде стоят энергосберегающие лампочки. Ну, если приходится экономить лично на себе, то это в первую очередь одежда, но никогда на еде. Не экономим ни на чем. Чтобы вещь была качественная. Почему? Потому что дешевые вещи, они долго не служат. Поэтому, может, это и есть экономия, купить чуть дороже, но более качественную вещь. Ну, в чем экономлю. Скажите, на чем экономите вы? На нервах. Поясните. Ну, то есть сам не нервничаю, и как бы, чтобы другие из меня не нервничали. Как видно, кто на чем и даже на нервах. А на продуктах. Стоит ли экономить? Наверное, да. Ведь белорусская семья в среднем 40-45% бюджета тратит именно на продукты питания. Причем не всегда обоснованно. Чтобы избежать лишних трат, собираясь в супермаркет, нужно всего лишь включить бдительность. Попробуем. Итак, начнем. Это надо. Это надо. Колбаска тоже надо. Это тоже надо. Ну, и еще чего-нибудь. Да, экономия здесь и не пахнет. Не получилось. А вы список составили? Да-да. Список именно нужных продуктов помогает не потратить денег больше, чем было запланировано, поясняет психолог Алена Овсянкина. В нем не должно быть места полуфабрикатам, килограммам сладостей и мелочам, о которых вы заботите через несколько дней. Как же сходить в магазин и не потратить много денег? Как сэкономить? Для начала у вас должно быть четкое представление, зачем вы идете в магазин. А вы сами пользуетесь списком? Да. Вам помогает? Очень. А еще перед походом в магазин рекомендуется перекусить. А то эти манящие запахи свежей выпечки да румяной корейки еще чуть-чуть и произнесут «купи меня». В любом случае, благодаря ощущению сытости пропадет желание купить, к примеру, фастфуд. И дорого и совсем не полезно. Да, и еще советует наукопсихология. Расточительным корзиночку для продуктов стоит выбирать поменьше. Психологически часто возникает желание заполнить пустое пространство. Человек выступает как некий творец пустого холста и просто, ну, как бы машинально может, не обращая внимания, закладывать товары, пока она не заполнится. Многие покупатели выбирают небольшие магазины, чтобы не купить чего-либо лишнего. Если же речь идет о закупке продуктов питания на неделю, лучше затариваться в гипермаркетах. Экономишь и деньги, и время. Ну и, конечно, никто не отменял золотое правило закупки. Все деньги, которые есть в кошельке, брать не стоит, а лишь ту сумму, которую планируется потратить. Когда это карточка, нам кажется, что там еще вроде что-то есть. То есть существует некая иллюзия того, что ресурс существует. Хотя на самом деле это может быть не так. Поэтому если вы нацелены на экономию, рассчитывайте с наличными деньгами. В конце концов, если вы не планируете покупки на месяц вперед, то, придя в магазин, вместо тележки возьмите корзину. Так вы точно не сможете взять ничего лишнего. Леша бросил курить. Не скрывает. Причиной такого решения стала не столько забота о здоровье, сколько дороговизна. Сигареты нынче стоят ого-го. В месяц сумма выходит внушительная. Для студента просто неподъемная. Ну, в моем случае экономия очевидная. Я раньше курил, теперь бросил. Мои сигареты стоили 15,5 тысяч. Если куривать по пачке в день, то, если посчитать, за месяц получается больше, чем 450 тысяч. Вот. Соответственно, эти деньги сейчас у меня находятся. То есть я их не трачу. Да, студенческое братье на что только не пойдет, лишь бы сэкономить. Эти ребята, например, научились экономить на интернете. Теперь и днями сидят в своих гаджетах. На тариф подключился Саша. А пользуются им еще Игорь и Максим. Сумму за интернет делят поровну. И удобно, и выгодно. В первую очередь мы подключили один договор. Но мы пользуемся втроем, так как мы живем в комнате втроем. Трафика нам вполне хватает. Месячный платеж составляет около 150 тысяч. На троих это получается около 50 тысяч на каждого человека. Это вполне приемлемо, так как дешевле интернет найти очень сложно. Но иногда бывает, что мы все вместе скачиваем. Ну, например, там, или фильм смотрим, или скачиваем, кумать игру. И в результате у всех там интернет тормозит, там, и скачиваем, ну, скорость падает, фильм не загружается. Иногда ссоримся из-за этого. Ну, это так, по мелочам, и все это, ну, быстро забывается. Экономить сегодня научилась и область в целом. Проразводить больше товаров за меньшие деньги. На это нацелены энергосберегающие мероприятия, которые активно в последние годы внедряются на Могилевщине. За 2014 год мы ожидаем, что область в целом сэкономит порядка 4% топливно-энергетических ресурсов в сравнении с 2013 годом. Будет реализовано порядка 3 тысяч энергосберегающих мероприятий. Если перевести эту экономию в денежное выражение, то за 2014 год только на энергоресурсах. Могилевская область сэкономила 40 миллионов долларов США. Регион осуществил достойные проекты. Это и перевод производств на местные виды топлива, и реконструкция котельных, альтернативная энергетика. То, что мы сегодня по энергоемкости ВВП уже приблизились к таким странам, как Канада, схожим с нашим климатом, это, безусловно, подчеркивает результат. То, что работа в направлении энергосбережения в Республике Беларусь, ну, абсолютно на высоком уровне. Что касается Могилевской области, то здесь дела обстоят абсолютно не хуже. А чтобы дела становились не хуже, а только лучше, нужно экономить. Каждый, конечно, сам хозяин своей судьбы, но для собственного благополучия наверняка не сложно сделать так, так и так. Редактор субтитров А.Семкин